В начале сентября 70 семей, проживающих в деревяшках, признанных аварийными, заселятся в современный комфортабельный дом в микрорайоне строителей. А пока в шестиэтажном здании кипит работа. За ходом стройки пристально наблюдают власти. На объекте побывали заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов и глава города Иван Костогри. Скоро в микрорайоне появится не только жилая высотка, но и благоустроенные междворовые проезды, а в перспективе и детский сад. Продолжение темы в сюжете. Без устали работает техника, трудятся люди. Этот дом в микрорайоне строителей, который возводится по программе переселения из ветхого и аварийного фонда, должен быть готов к концу августа. Застройщик проектно-строительная компания, подрядчик проверенный, в городе работает давно и всегда ответственно относится к своим объектам. Здесь тоже никаких нареканий, идут по графику. И все же власти советуют строителям поторопиться. Еще предстоит пройти процедуру передачи здания от застройщика в фонду капитального строительства, потом городу. Лето короткое. Дача дома – это не только стройготовность, но и документальная готовность должна быть полностью. Поэтому сегодня мы с главой своего команды и со строителями собрались здесь, чтобы сверить часы. 70 квартир под фонд личного строительства. То есть 70 семей смогут в этом году уже справить новоселье. Еще 20 квартир в доме для свободной продажи. Они могут быть востребованы врачами, учителями, работниками культуры, которым уже с 1 июля начнут выдавать сертификаты на приобретение жилья. В этом году у бюджетников появилась уникальная возможность получить выплату на покупку квартиры в новостройке в размере 40% от ее расчетной стоимости. Новый Уренго на первом месте по количеству заявок. Это 166 на уже отобранных заявок. Все они прошли, практически все прошли проверку. И, соответственно, 160 квартир необходимы в этом году. Это большая возможность для уренгойского рынка. В помещении цокольного этажа будут торговые точки и другие объекты, необходимые для комфортного проживания. Преобразится и весь микрорайон. За лето здесь проведут комплексное благоустройство. Проект был готов еще в 2012 году, но только сейчас появилась финансовая возможность воплотить задуманное в жизнь. Внутри квартальные проекты заключаем контракт в районе 20-го и 20-го числа. Контракт у нас встанет, контракт, по сути, на это лето. И планируем, в принципе, до глубокой осени большую часть работы на три кварталки выполнить. Не большую часть, а закончить. В этом году выходим здесь на большое комплексное благоустройство микрорайона. Наконец-то микростроители приобретут внутриквартальные проезды, тротуары, освещение и полностью всю инфраструктуру для комфортного проживания. Пришло время, к счастью, до этого микрорайона. Благодаря поддержке правительства, губернатора Ямал-Нецкого округа у нас сегодня есть такие возможности вкладывать в инфраструктуру микрорайонов значительно больше ресурсов. Еще одним большим плюсом активно развивающегося микрорайона станет возведение детского сада. В нем поселится 300 малышей из окрестных домов. Строители уже оградили площадку. В этом месяце должны приступить к работе. Будет идти у нас строиться по программе муниципального частного партнерства. Садик большой, учитывая, что брусничка у нас уже старый садик, там конструкции в том числе деревянные. И он действительно уже в таком достаточно требующем капитальных положений для того, чтобы его постоянно поддерживать. Понятно, что мы здесь построим новый детский сад, который обеспечит весь этот микрорайон. Для возможности детям пребывать, начиная не только с трех лет, но и начиная с двух-полтора года. Вручение ключей новоселам власти планируют приурочить ко дню города. Надеются, что людям понравятся и квартиры, и микрорайон, который за лето должен измениться до неузнаваемости. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Николай Александров, служба новостей, «Импульс».